всем привет дорогие друзья сегодня хочу рассказать какие цветочки нужно садить в кассеты которые не вытягиваются ну и некоторые цветочки зацепим которые нежелательно вообще изначально садить в кассеты ну давайте пробежимся по нашему ассортименту вот сразу же скажу вот такие как вот катарантус дальше у нас гвоздичка диана вербена вот стоит вот эти цветочки нежелательно садить в кассету потому что они при схожести как обычно вытягиваются то есть и когда будет долго расти поддонах например как у нас они просто потом прилягут но в кассеты мы смело будем сеять в следующем году вот у нас гацания отлично получилось в кассетах она не вытягивается отлично себя чувствует бакопу можно будет сеять в кассеты сразу же она тоже у нас не подтянулась но сейчас мы ее перепикировали можно сразу сеять на следующий год в кассеты также и лабелия я думаю тоже можно будет производить кассеты посев и как бы потом сразу делать перевалку в стакан и наращивать корневую систему как мы это делали в этом году делаем и то есть потом сразу перевалка в стакан дальше у нас платикодон платикодон мы всегда в кассеты сеем тоже не вытягивается при схожести петунью этому уже как бы от пикировали сюда дальше остеосперму лучше сеять в поддоны либо в какие-то плошки потому что он вот ножка видно что под вытянутый ну мы в кассеты попробовали лучше сеять вот сразу поддоны вот час из поддонов они сразу пойдут у нас стакан то есть вот такая ситуация ну и гацани тоже сели в поддоны дальше пиларгония у нас на на это карликовый сорт тоже попробовали в этом году в кассеты очень отлично растет в кассетах чувствует себя не вытянутый ничего кустик то есть тоже производим посев в кассеты дальше у нас идет мелом подиум тоже вот такой приземистый при схожести это у нас пентас тоже производили сразу посев кассеты очень отлично ведет себя ну по эустоме скажу тоже можно сеять в кассеты она не тянется по бегоне тоже так же но их вот эти вот культуры надо будет цветочков шевелить как бы все равно надо будет взрыхливать постоянно и делать то есть шевеление корней чтобы она чувствовала себя лучше то есть она любит пикировки дальше вот по невяннику хочу сказать вот посмотрите он немножко приподнялся лучше желательно его посеять в поддоны но потом от пикировать в кассеты то есть сделать промежутку по арабису по абриете скажу также то есть семьи и только лишь поддоны потому что она при схожести сильно вытягивается дальше дельфиниум сели сразу в кассеты вот обратите внимание сразу идет семидольные листочки у земли то есть производим смело дельфиниум кассетным способом посева тут у нас примула она тоже в кассеты сеется маргаритка вот как вытянулась но она тоже приземистая как бы получилось вот видно кустиком растет можно и в кассеты если есть перевалка мы просто ее и посеяли пораньше и вот такая сейчас наросла дальше гейхера у нас идет тоже легко в кассеты мы делали промежуточную пикировку все-таки но можно ее сеять сразу в кассеты альтернантера тоже у нас изначально в кассетах очень хорошо держится до перевалки дальше у нас идет а строчки многолетней до 30 сантиметров вырастают тоже изначально посели в кассеты но желательно лучше делать промежутку потому что она вот подтянулась видно но изначально вот обратите внимание она семидолик пошла нормально то есть можно сеять тоже в кассеты но делать прищупку придется наверно дальше у нас рудбеки это низкорослый сорт тоже смело сеем в кассеты так же как и для себя так же как и для вас снимаю некоторые цветы выращиваем первый раз кариопсис сеем в кассеты смотрите какой он приземистый не вытянулся ничего отличненько даже видно по кассетам что зеленеет немножко но это все рыхлится и убирается так что ничего страшного зато нет промежуточной пикировки дальше у нас идет армерия тоже посмотрите кустиком все отлично растет изначально в кассетах то сейчас мы наращиваем корневую систему месяц но потом делаем перевалку в стаканы как переедем в теплицу дальше у нас идет гравилат гравилат тоже 7 будем всегда в кассету изначально посмотрите как он нормально все приземистый линарию мы не больше не будем сеять в кассеты этому перри пикировали дальше прострел сеем в кассеты он изначально приземистый и 7 в кассеты сразу посмотрите гайлардия ее можно было посеять попозже вот так она выглядит у нас приземистая тоже кустиком но я думаю спокойно до стаканов она у нас дотянет ну и хотел бы сказать еще по лаванде лаванду обязательно сети поддоны в плошки потому что надо будет ей промежуточную пикировку мы сделали ошибочку в этом году небольшую то есть посеяли в кассеты ну промежутку пришлось сделать сразу напрямую стаканы то есть вот по лаванде скажу так ну и дальше вот у нас что-то в кассетах еще стоит сейчас скажу аренария тоже ошибочку видите сделали она сразу у нас подтянулась то есть вот такие культуры которые сразу вытягиваются чтоб потом они упали нежелательно дальше у нас тут так георгины мы в поддоны посеяли алисум тоже в поддоны желательно сеять вон там вдалеке портулак тоже вытягивается это все 7 поддоны дальше по сальвии хочу сказать ее она приземистая по прошлым годам знаю ее можно тоже сразу сеять в кассеты то есть такое мнение дальше у нас тут идет львиный зев тоже под вытягивается тоже 7 в подложке ну и там у нас лабелия тоже в поддонах то есть потом ее напрямую будем пикировать стаканы в общем вот такое какое-то видео получилось я думаю будет для кого-то полезно но у кого-то есть вопросы задавайте обязательно отвечу ну и кому интересно сниму для чего нам вообще промежуточная пикировка ну все всем пока до новых встреч